Привет, друзья! Назовём этот приём секретный, потому что он был для меня непонятен, я его не знал, а если бы я его знал тогда раньше, никогда бы не делал этой операции на шее, никогда бы там не было у меня титана, даже упади я на гололёде, как тогда, вот, 10 лет назад, я бы сейчас не сидел, как инвалид с тяжеленной инвалидностью, с мелопатией. Но сейчас я знаю этот приём, и вам сейчас его покажу, и этот приём я вычислил за эти годы, пока общаюсь с разными больными, пока общаюсь сам собой, самонаблюдением, я вычислил, если бы я его знал раньше. Никакой операции бы не было, я вас утверждаю. А теперь, посмотрите, я же всё время молодею, я пишу картины, я пишу книги, я веду школу «Человек будущего», «Хомофутурус». Сотни тысяч у меня участников, с которыми я делюсь, как они мне пишут, очень полезными знаниями, это его приёмы интересные. И сейчас с Романом Газенковым вебинар будет, да, очень полезительный, так сказать. Так вот, я вам хочу сказать, в чём проблема? В чём проблема? Дело в том, что мы все эмоциональные, и дело в том, что когда мы сосредотачиваемся, например, у нас всё время происходит... Шея, оказывается, работает как компрессор, качает свежую кровь, чтобы в клетки мозга поступал кислород. И позволяет оттоку этой крови отработанной, чтобы опять набрать свежую кровь и кислород донести до клеток мозга. И когда мы эмоциональные, и когда сильно сосредотачиваемся, решая какие-то вопросы, даже читая книгу, компрессор всё время работает, поэтому если он застапаривается, зависает, у нас происходят остеохондрозы, происходят мышечные спазмы, зажимы, и за счёт этого не поступает в клетки кислород. Так вот, если бы я знал раньше и применял этот приём, никакой операции мне не надо было бы. Вот смотрите, это очень просто. Но приходится повторять снова и снова. Подбиваешь руку вот так вот, или подставляешь кулак, чтобы кисть была свободной. И два-три раза в день, в удобное для себя время, можешь даже утром, просыпаясь, встал, умываешься, вот так руку положил. Видите, когда подбиваешь, она дальше идёт. И кислород. И вот здесь вот начинаешь разминать воротниковую зону. Это так называемые зоны Захарина Геда. Вот здесь возникают спазмы, вот здесь возникают нервномышечные зажатости. Если бы я это знал раньше, никакой бы операции не было, никакой бы инвалидности не было, никакого бы титана там бы у меня не стояло. Поэтому два-три раза в день берите, подкладывайте вот так. Это изобретение. Такого в интернете во всём вы не найдёте, кроме нашей школы, будущего Homo Futurus. Подбиваете, течь свободно и разминаете. Двадцать раза в день по полминутки. Никаких проблем. И чувствовать себя целый день будете моложе, трудоспособнее, бодрее. Ну, как я. Я очень много работаю. И вы сможете. Работаю с удовольствием. До встречи.